Приветищи! Это Фаундер Фортунс. Мы продолжаем выживание в зимних суровых реалиях. Что же будет? Что же произойдет с нашей колонией этой зимой? Выживут ли они или погибнут? Узнаем сегодня. Очень много народу переживало о том, что надо бы костер все-таки перетащить на улицу. Мало ли, вдруг вы загоритесь, пока спите. Поэтому давай мы это делаем с прайма. Вытаскиваем костер на улицу вот сюда. Вот таким вот макаром. И с этим костром я хочу сделать, ну знаешь, наподобие лобного места, как на Доме-2. Делаем здесь вот такое вот пространство. А костер я бы, знаешь, даже перетащил бы вот сюда, наверное. Вот таким макаром. Сигнальный огонь убираем вот сюда, чтобы он тут не мешался нам. Грядки от картошки можно вообще убрать, потому что они зимой нам не нужны. В комментариях была гениальная идея построить здание специально под грядки. Ну, типа, знаешь, как теплицу. То есть вместо пола там земля. И сажаем грядки. Весь прикол в том, что грядки мы там сделать сможем. Но вот вырастить мы там ничего не сможем, потому что смотри. Тут черным по белому написано. Помидоры растут с весны до лета. То есть зимой они никак не вырастут. Картошка. Она растет с лета до осени. Отлично. Верочка уже тут нам лоб на место смастерила. И знаешь чего? Поскольку сейчас зима, Верке, в принципе, заниматься нечем. Она у нас фермер. А зимой у нас ничего не растет. Нужно сделать тренировочный лагерь. Верка, ты что делаешь? Пупец греешь у костра? А-а-а. Ну ладно, хоть не тверкаешь. Здесь у нас такая вот боевая площадочка будет. И на ней, собственно, и будет стоять манекен тренировочный. О мой гарбл! У нас 16 еды осталось, и зима только началась. Нужно срочно ограничить питание моих колонистов. Ставим 70% у всех. Теперь у нас есть зона для тренировок. Вот с таким вот чудесным, шикарнейшим манекеном. Я правда не знаю, где они взяли вот такую кастрюлю или это сковор... А, нет, это кастрюля. У нас нету кастрюли. Откуда они ее стащили? И метелка. Вместо меча у манекена... Странно, никогда не видел метелок у наших колонистов. Главное, чтобы наши колонисты тренировались. Итак, Верка. Хотя нет, Верка не пойдет. У нас же есть солдат, который должен защищать дам. Это Мирон! Мирон, ты у нас... Да, Мирон у нас обжора и опытный боец. Понятно, он у нас боец, опытнейший. Так что Мирон сейчас отправляется на тренировку в боевой лагерь. Мирон, подъем, хватит спать! Пошли тренироваться! Интересно, а как он будет тренироваться без меча? Так, давай проверим, можем ли мы сделать меч. Сейчас, деревянный меч. Требуется технология вооружения. Вот черт. Ладно, Мирон, надеюсь, ты будешь биться топором? Действительно, он бьет топором! Круто! А я могу сюда на этот манекен... Послать двух колонистов. Ну-ка, Верк, попробую посражаться, потренироваться. Вдвоем, давайте, ушатывайте манекен! Бейтесь! Зима суровая, вдруг медведи придут отжимать нашу колонию. Так, вон она тоже калашмарит. Лупасит ему пощечины. Нормально. Тренировочка в разгаре. А Мария у нас до сих пор ботанит. Ну пусть-пусть, ей это во благо. Очень много было комментариев о том, чтобы я убрал ее из колонии. Писали, чтобы я ее убил. Или отвел гоблина, чтобы они ее там замочили. Это просто ужасный, отвратительный комментарий. Ужасные мысли. Но, скорее всего, я так и сделаю. Да, ребят, я вас послушаю. Скорее всего, я так и сделал, потому что на троих 15 седы на всю зиму. К сожалению, нам не хватит. Придется кем-то пожертвовать. О, господи! Маринка добралась до еды! У нас осталось 9 единиц еды. Даже ночью Верка тренируется с манекеном, чтобы достичь истинной силы и каменных кулаков. Одна единица еды! Еда закончилась, и тики-гоблины атакуют нас! Тики-гоблины были замечены возле нашего поселения. Они быстры и, кажется, пришли не с миром. Вооружите колонистов, чтобы они могли защитить свой дом! Твою ж за ногу! Мироныч, настало твое время! Не зря ты тренировался ползимы! Вот он, этот гоблин прется! Один! Кстати, он один идет. Это хорошо. Мироныч! Верка! Верка, помогай ему! Лупи ему! Давай ему пощечину! Ну смотри, по крайней мере, у гоблина нет ничего в руках. А у Мироныча есть топор! Есть! Мы его ушатали! Отлично! Ты посмотри на Мирона! Он настолько суров, что пошел после битвы долбить манекен! Так, Мирон, можешь что-нибудь с ним сделать? А-а-а! Мы можем перевязать ему рану, но Мирон не имеет достаточного уровня врачевания. Или просто убить. Если мы его не убьем, он проснется и убежит обратно в свою деревню. Я думаю, что надо его замочить. Давай, Мироныч, убивай его. Так, а тем временем у нас нехватка еды. И это прям категорически плохо. Мироныч у нас очень голоден. Мирон, иди лучше поспи до полного восстановления здоровья. Верка у нас тоже капец как голодна. И только Маринка с набитым пузом! Что за несправедливость! Гоблин у нас помер. И теперь он разлагается на нашем заднем дворе. Ммм, это не очень круто. Мы можем что-нибудь с ним сделать? Похоронить. Верка, пожалуйста, похорони его. Я не хочу, чтобы он здесь вонял. А не можем мы ничего с ним сделать? Для того, чтобы его похоронить, нужно выкопать могилу. Ладно, могилу давай сделаем где-нибудь далеко от дома. Вот здесь вот под деревом. Так, могилка выкопана. И сейчас Верка начнет голодать. Значит, товарищи, идем все сюда. Отрываемся от всех своих дел. Нам нужна срочная еда. Или мы все вместе с вами погибнем. Идите сюда. Благо, что отсюда ушел один... Как это? Я не понял. Их снова трое? Капец! Он же ушел отсюда. Их, по идее, должно было тут двое остаться. Ладно, ребят. У нас есть топоры и кирка. Давайте, нападайте на них. Прибыл торговец. Вот ты вовремя прибыл. Так, ребята, не-не-не-не-не. Идем обратно. Валим, валим, валим. Сейчас у торговца отожмем еды. Бежим, бежим. Не будем с ними сражаться. Бежим! Ребята, не-не-не-не деритесь с ними. Верка и так, вон, хромает. Она очень голодна. Да, блин. Все, мы их заманили в свою деревню. Ладно, ребят, давайте, мочите, сражайтесь. Валите их! О, торговец сейчас подбежит. Торгаш, круто, ты нам поможешь. Обалденно. Давай, вали его. Вера, что ты стоишь? Типа, у тебя нет оружия, у тебя есть кулаки. Ты тренировала свои стальные кулаки, ты чего? Давайте, 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 ребят. Есть, красавцы. Так, Вер, поговори с торгашом. Надо срочно покушать что-нибудь. Срочно. Походу, нас выручит клубника, да? Так, ты нам клубнику, а мы тебе бревна. 20 бревен мы тебе даем и железной руды. В итоге мы забираем 15 клубники. Ребят, у нас есть еда. Торговец, ты просто шикарен. Ты вовремя, ты не представляешь, насколько вовремя. И притащил еды и помог завалить этих гоблинов. Кстати, надо их добить сейчас. Придется еще пару могилок копать. Так, Мирон, давай кушай. И беги сюда добивать этих гадов. Ты у нас мужчина, у тебя у единственного есть топор. Как говорится, казни их. Нефиг было вообще на мою деревню лезть. Торговец, ну ты вообще нашел место, где поспать, конечно. Посмотрим на деревню гоблинов. Кто у них там остался? У них остался один последний гоблин. Мирон, может ты его добьешь? Я не знаю, сражаться. И направим туда маринку. Вот так вот, идите, ребята. Добейте его. Пока он тут один-одинешенько. А то, мало ли, вдруг из других деревень сюда кто-нибудь прибежит. На помощь. Давайте, ребята, у вас есть кирки и топоры. Вы его сейчас быстро уделайте. Вон, вон, смотри, уже прибежал. Ах ты ж... Откуда ты взялся? Просто из дома вышел, прикинь? Вот так вот, нафиг. Так, подождите, ребят. Не убегайте. Че ты камень долбишь? Ломайте их поселение. А у Мирона проблема. Он голодает. А, не, у него кровотечение. Вот блинский. Это очень плохо. Кровотечение это плохо. Ты посмотри, еще один вышел. Мирон упал. Отнести в кровать. Маринка, 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 давай. О, господи, этот гоблин вырубил всех. Вера, последняя надежда на тебя. Быстрее бегом. Верка, хромая ты нога. Блин, она же с хромой ногой. Господи, как она будет вытаскивать, ребят? Если сейчас вот эти вот еще чужи очнутся, это просто будет капец. Надо как-то вытащить Мирона. Срочно, потому что у него кровотечение, и он очень долго пролежит на холодной земле, и он погибнет точно. Отнести в кровать. Давай, давай, давай. Отнеси его в кровать, Верка. Ну, давай. Давай, не обращай внимания. Хватай его на свои плечи и беги. Мирон еще колбасит. Просто невероятно, что с твоей ногой, головой, рукой. Смотри, как он топором машет. Он отпугивает этого гоблина. Я не могу. Главное спасти Мирона. Все остальное пофиг. Мы оторвались от него. Он бежит обратно. Обратно в свое поселение. Интересно, сможем ли мы Маринку спасти? У Мирона прекратилось кровотечение. Это просто шикарно. Последний день зимы. Ты прикинь. Мы выжили. О, как у Мирона растянулась рука. Это что такое вообще? Это как? Мирона, что с тобой? Так, ладно, пойдем быстренько попробуем Маринку спасти. Или не будем ее спасать? Две обжоры на колонию. Нет, давай спасем. Уже лето как бы. Ну, ты понял, да? Эти гоблины просто из ниоткуда появляются. Они из своих бунгало выходят и выходят. Мирона здесь до сих пор колбасит. Не, ну это, конечно, зрелищно. Верка тащит потихонечку Маринку. Да, Верка у нас, конечно, вообще боевая. Хромая и боевая. Мироныч, проснись, иди сюда. Господи, что с тобой стало? Мирон, выйди из дома. Ты посмотри, это какой-то ужас дикий. А можешь Веру обнять? Пообщаться с ним? Капец, как его штырит. И что мне теперь делать с этим мутантом? Мирон, что с тобой стало? Как ты думаешь, что он делает? А он кушает. Видишь, у него миску в руках. Так, мне вот интересно, насколько Мирон растянется. Жуть прям, я бы сказал. Ладно, я перезашел в игру, чтобы не наблюдать этого тихого ужаса. Мирона-осьминожку. Теперь он стал обычным нормальным Миронычем. Так, ребята, нам нужно срочно убрать три вот этих трупа. Строим еще две могилки рядышком. Давай, Маринка. Лупы. Все, две могилки у нас готовы. Мирон, иди сюда. Ты у нас тащишь вот этот труп. А Верка вот этот труп. Блин, я, конечно, не очень хочу хранить этих гоблинов. Но и смотреть, как они разлагаются на моем заднем дворе, я тоже не хочу. Так, Мирон дотащил, захоронил. Верка, где ты там? Тащишь своего гоблина. Вера думает, ох, копать, ломать. Как же я задолбалась, таскайся на своих плечах. Да пошло оно, все. Э, подожди, Верка, ну ты захрани его. Чуть-чуть осталось. Ну ты вот, не дошла, чуть-чуть. Вот так вот, все, захоронили. Теперь ты можешь идти поспать. Ох, ешки-матрешки, у нас еда снова закончилась. Надоело. Колонист слишком долго работал. В ужасных условиях она решила, что ее это больше не заботит. Так, это, наверное, Верка, да? Нет, не Верка. Весна пришла. Отлично. Верка с Маринкой болтают, говорят, ух, как прекрасно. А что у нас здесь труп гоблина делает? Я не понял. Так, Мирон, пожалуйста, утащи его. Так, девчонки. Быстренько, быстренько. Верка у нас уже голодает. Нужно. Сейчас весна, значит, грядки с помидорами. Засаживаем просто огромную кучу. Мы уже научены зимней голодовкой. И понимаем, что нужно садить как можно больше помидор и картофеля. Вот так вот, девчонки, давайте, давайте, идите быстренько. Стройте. А то с голоду сейчас помрем. Опа. Верка в аут ушла. Но это не страшно. Это обычный обморок. Блин, а Маринка нам не поможет. Как мне? Лучше бы ты тогда померла, а? Восемь минут бездействия. Мирон! Вся надежда только на тебя. Спасай Верку. Отнеси ее в кровать. Быстро, 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 быстро в кровать. Так, а яблоки там не созрели? Нас бы спасли яблоки. Очень спасли бы яблоки. Но их нету. Черт подери. Мирон, иди. Одну грядку хотя бы сделай и засади ее помидором. Так, Мирона сейчас сделает хотя бы одну грядку. Блин, Верка, ну не может быть, что ты весной от голода помрешь. Яблоки, яблоки, ну где же вы? Где же... Есть, есть яблоки. Мирон, 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 быстро. Быстро яблоки собирать. Надо спасти Верку. Черт подери, мы не успели. Не успели мы собрать яблоки. Вера, Верочка, ну как так? Эх, Маринка. Опа, Мирон в аут ушел. Капец. Сейчас и Мирон еще откинется, да? Маринка четыре минуты бездействует. Это просто капец. Все недуги от тебя, Мариныч. Мирон тоже откинулся. Маринка осталась в гордом одиночестве. Может быть, это был ее коварный план. Ну что, Маринка, ты тоже погибнешь от голода. Это твоя участь. Все, она упала в аут, лицом в костер. Странно, что она не сгорела. Последний колонист, который из-за своей вредности уничтожил всю колонию. Да, не зря ты писал в комментариях о том, чтобы я устранил ее. Все. Колонист умер. Так могло бы быть, но мы пошли по другому пути. Попробуй угадать по какому. Напиши в комментариях. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»